Всем привет! Вы слышите и видите Алексея Халецкого, главного ЖУЖКа планеты Земля. И я продолжаю на уровне сложности божество за Испанию проходить огромную политическую карту Земли. В 7th Generation 6 с последними патчами по вашему голосованию. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. Продолжу. Выключу свою рожицу. Так, тут мы ремонтируем. Все. Я закончил прошлую серию захватом Асуана, если я ничего не путаю. И нам надо заниматься к Даньскому. Видимо. Ну, в любом случае у нас война с Польшей, война с Египтом. Мемфис и Абидос, как видите, сами по себе отваливаются. Причем я думаю, что, скорее всего, даже ко мне. Но я не вижу просто городов зулусов. Так. Может мне пойти напасть? Слушайте, а в Асуане есть священные места? К сожалению, нет. Я бы там купил просто и во Вроцлаве. Во Вроцлаве я не хочу... Слушайте, а я так понимаю, что я, наверное, не могу делать инквизиторов не своей религии, если там не основано. Видимо, создатель религии должен. Или я тоже могу сам инквизицию основывать. Но, к сожалению, опять же, у меня нету буддизма нигде. Я бы к Даньск захватить и сразу буддизм как-то взять, не знаю. Мемфис вообще очень быстро. Но Мемфис явно не ко мне будет. Если обидос, еще можно подумать, что возможно. Я бы, наверное, просто подведу сюда. Буду подумать. Захватывать обидос или дождаться, когда он отвалится, и тогда захватывать уже отвалившийся город. Так, что тут у нас открылось? Естественная история. Давайте охрану природы открывать. Потом в идеологии пойду. Блин, я еще даже три корпуса не сделал. А, ну я национализм-то открыл, а корпуса не сделал. Давайте, может, вот объединим, например, этих конкистадоров. Раз, корпус. Второй корпус у нас армады были. Так, хорошо, тогда третий корпус где нам? Может быть, этих объединить? Или вообще вон... Как его? Арбалеты. А вот и третий корпус. Мобилизация ускорена. Ладно. Окей. Так, все вели строителя. Сделали. Я тут собираюсь убрать... А, я откладывал. Я откладывал тут строительство, чтобы здесь убрать пшеницу и поставить там кассу. Вот так. И вырубаем лес в Севилю. Там как раз Магнус сидит. Отлично получается. Четыре хода. Так. По границам, наверное, никому ничего не передаем. Все вроде как нормально... Ну, конечно, Лакару не надо бы попередавать, но пока Асуан... Ну, и здесь можно от врод слова Асуану отдать. Но, опять же, пока у нас идут войны с Польшей и Египтом, мы-то ничего не можем сделать. Чисто покачать. Пока так. Тут, наверное, подождем. А потом я пойду вперед. Верфь в Мадриде. Ну, морской порт. Вообще, у меня четыре тысячи денег, но я бы их на лабы сохранил. Это же морской порт. Морской порт. В Кордове. Амфитеатр. Ну, надо где-то археологический музей поставить? Или уже не надо? Уже, наверное, не надо. Нет, в любом случае, надо, чтобы археолога использовали, потому что у нас художника. Но мы уже не ускорим. Цивик. Какой я хотел ускорить. Так, тут обработано. Обработано. Наверное, пойдем ремонтировать. Железную дорогу строим. Так, тут рыбацкие лодки есть. Рыбацкие лодки есть. Вот тут не обработано. Валенсия. Морской порт. Манчестер. Блин, как вот можно было в Манчестере гавань не построить вообще? Претензия к компьютеру. Храм, бессмысленный, Эрмитадж. Тут тоже. Что дальше рабочих делать? Блин, 13 ходов. Ну ладно, тут до 7 вырастет. Тогда можно будет гавань сделать. Ну, мне кажется, здесь не стоит миссии. Смотрите, как маловато дают. Кстати, вот почему в Асуане нету священного места вот здесь? Тут же священное место просто вообще будет. Отвал башки. Плюс 5, наверное. И плюс 4. А, это же не район. Если бы был район, то было бы плюс 5. Ну, тут надо священное место будет поставить. А пока непонятно, что вот этим рабочим делать. Там все обработано. Камень. Нет, пойдем пока сюда. На дорогу просто выйдем. Этим лечимся. Вообще, подожди. Я же этим фрегатом должен догданьско достреливать. Блин, ну только отсюда, если... А мне Эфиоп проход не даст объявлять войну Эфиопии, не хочу. А, слушайте, кстати, я правильно поставил тут всего по 2 цивилизации. Потому что эти... Южные Америка выглядят... Очень... Тесные все равно. То есть вообще немного места. Так, у нас не встречено 3 цивилизации до сих пор. Кхмеры, Монголы. А вот и Кхмеры. Ну и как у них развитие? Ммм, 200. Ну, все равно они прям... Фонтан, но в принципе-то неплохо. Торговать семьи не... Ну у них и ресурсов мало. Все-таки, наверное, мало места. Кстати, Индропура, это они захватили города Индуса. Они с Индусом воюют. Ну или воевали. Видите, отношения плохие. Давайте глянем, сколько у Кхмеров городов. Ну, семь городов. Нормально. Индропура... Хотя, блин... Может быть, все-таки это... Вот я не знаю. Вимая Пура, Витха Пура. Это его... Может, как и Кхмерские названия городов. Вот в упор не помню. Может и не... Не, видимо, все-таки это Кхмерские названия городов. Сингапур. Кстати, надо сплавать. Может быть, Окленд есть. Вот здесь посмотреть. Окленд мне будет в тему. У меня куча... Морских клеток. Ладно, пока не буду никуда отправлять послов. Подержим для Окленда. А вот первый посол надо сменить обратно. На... Может, быстрее операции шпионские делать, я вот думаю. Что у меня сейчас? У меня пять послов, пока их некуда. Что их мне быстрее набивать? Да, давайте на шпионов. Так, как у нас тут с помощью? Ну, вроде норм. Но... Гавани во Вроцлаве нету. Порт строить нету смысла. Продолжим оказание помощи, значит. Знаешь, вот пока у меня рабочих, конечно, уже дофига. У меня даже просто обрабатывать уже нечем. Блин, Абидас построил стены, успел. Ну, значит, точно мы его убрать не будем пока. Гамлет... Нет, пожалуй... Торговать нечем. Гамлета отдавать не будем. Ваша армия, демонстрация нашей силы. Спасибо. Спасибо, Чака. Чака-бука. Димка-бука, сука. Это не обзывательство Димок. Это можете погуглить. Был такой... Правитель Нигерии. Димка-бука, сука. Научная теория Россию открыла. Так, давайте сейчас мы глянем, где мы находимся. Ага, мы уже вот так в электричестве все вместе. Ну, я иду, типа, в... Слушайте, может, я национальный парк где-то могу построить? Ну, вообще, визуально нигде не могу. Все, стоит ли мне тратить... А вот тут я не могу? Мне кажется, нет. Все-таки. Или это возможно? Ладно, давайте попробуем. Ну, жалко, конечно, веры на... Наверное, я не открыл, что ли, этих? А, ну да, только следующим ходом натуралист открывается. Ладно, подождем. Так, вот тут я, наверное, все-таки Мадриду передам эту клетку. Ну, это лечение, как бы, смысл мне с одной стороны это грабить. Лучше пообстреливаем. Военный лагерь продолжу обстреливать. Ну, там Гданск больно бьется. Ладно. Сломаем развлечение. Идем сюда к конкистадорам, чтобы объединиться тоже в корпус. Ну, здесь холмы бессмысленно обрабатывать. Опять же, слишком далеко. Наверное, просто постоим. Подождем, когда отвалятся к нам египетские города. вау, какая у вас классная Испания. Мы хотим в ней жить. Я сейчас посмотрю. Нет, все еще дамбы не возникли. не знаю, почему тут дамба не строится. Равнина, речная пойма, несколько клеток. Не понимаю, почему дамба и здесь, почему она не строится. Тут я просто даже не хочу покупать. Видимо, тоже не будет строиться. у меня могло быть одно только объяснение, что на этой реке уже есть дамба, но мы ее видим полностью. Нет подходящего места. Очень странно. Хотя может этих рабочих к Вроцлаву перекинуть там потом. Что-нибудь пообрабатываем. отремонтировано, отремонтировано. Так, вот эта клетка Толеда надо отдать, потому что плоспальмус просто не может ее обрабатывать. Это четвертый радиус. Маджепахит. Нет, подождите, еще раз посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, Англия, восемнадцать, Швеция. Еще два невстреченных. Это Монголия и Корея. И Корея. Монголия и Корея. Есть пригород, морской порт теперь. Я хочу сначала в компьютеры выйти, чтобы уже обезопасить, а потом химия трех мушкетеров, кстати. А, блин, оно там как-то неправильно считалось. Видите, у меня три мушкетера на самом деле есть, потому что конкистадор, но там, по-моему, не мушкетеры нужны. Там, по-моему, вот эти три линейных пехотинца теперь ускоряют стандартизацию. Блин, я рыцарем так не могу никого уничтожить до сих пор. Ну, тут все по канону. Встретился и на следующий ход меня осуждают. Австралия немножко дольше продержалась. Чуть позже меня осудило. 302 науки у Зулуса. Зулус, конечно, хорош. каким-то образом он так валит. Так, ну, я радио все-таки пока отложу. Давайте в химию пойдем. Только сначала канализацию откроем. То есть, я надеюсь, может, только национальный парк будет доступен. Вольный город Стокгольм к Польше присоединен. Ух ты, прикол. Ну, это будет в тему мне его тоже забрать. Мне так кажется. Давайте блин, убили. я хочу второй форт поставить там наконец. Так, с кем-нибудь поторговать вообще возможно? Цитрусовые есть, красителей двойного нету. черепахи торгую, сахара больше нету. Мрамор торгую. У меня монополия на оливки, между прочим. Трифеляр, туть, жемчуг. Вот, в Индонезии соль и жемчуг на оливки и вино. подожди, а у нас там что-то по-моему янтарь запрещу... Подождите, я забыл какой у нас ресурс ничего не дает. Ага, нету ресурсов никаких. Так, почему Индонезия не особо горит желанием со мной торговать тогда? с ракет нормально? Ну ты ж только что 50 готово. Чё тут уже пару монет прям... только же что готово было за 50. Или мне показалось? А, за сотку она была готова. Ладно, за 80. Всё. Лень дальше торговаться. ещё оливки. А где у меня промышленное производство оливок нигде? Так, тут вроде всё обработано. Ну, тут обстреливать нечего. А мы можем не трогать апостола. Я бы хотел, чтобы он всё-таки разносил религию. Потому что мне это религия реально больше всего нравится. Из всех, что есть, но у меня как-то не получается её себе разнести всё ещё. всё-таки надеюсь, рыцарем кого-нибудь убить. Ух ты А Индонезия-то Австралию выносит? Вот это точно австралийский город Вау Так, где вообще Австралия? Ну, 788 Ну прикол, что Индонезия слабее выглядит все равно Так, Индонезия всего лишь 4 города, правда, и Роггемптон один из них А у Австралии 6 городов Неужели Австралия такая большая, что он там смог расселиться? Так, ну мы уже практически... Так, слушайте, 7 ходов мне надо... Блин, ну меня тут не дадут проплыть Мне оставшиеся надо целы встретить и сделать кругосветку Я тогда наверняка выйду опять в Золотой Век Ну, 7 ходов всего лишь Кругосветку я точно успею А вот оставшихся двух встретить цивилизации вряд ли Интересно, захватить рабочего это будет считаться, что я... Кого-то уничтожил рыцаря Мне, наверное, нет Позволяет сажать лес Ну, заказник в этом Так, ну давайте попробуем натуралиста, во-первых Я думаю, следующим ходом будет показывать, что он сейчас... А, нет, смотрите Факт, я только тут не смогу построить священное место, наверное Но, смотрите, вот тут строится заказник Это здорово Пойдем сюда, значит, потихоньку Так, возможность побега Еще не ошибаюсь, давайте Так, в Мадриде можно шпиона, по идее Которого нам убили Да, блин Мы тут задержали Я думаю, что мы сможем договориться об обмене Нормально Такое меня устраивает Так Одного шпиона спасли Все, следующим ходом будет кругосветка И, наверное, как-то отсюда надо плыть Точно я должен Корею встретить Но тут, видите, я не проплыву Мне Индонезия не даст открытые границы Из-за плохого отношения между нами В общем, Джакарта это Индонезия поставила Все-таки ей мало было тут расселяться Да, тут как-то очень С этими Очень странно все с масштабами Так, пока послов похороню В Сингапур не хочу Наши города получают плюс два производства за каждую иностранную цивилизацию Которую вы проложили торговый путь Слушайте То есть у меня будет плюс четыре как минимум А потом надо просто еще немножко в разные цивилизации поотправлять Так, а там Сингапур кто-нибудь союзит Пять надо Слушайте, ну вообще интересно Не факт, что Окленд есть, например, но вот этот Сингапур Очень неплохой бонус должен дать Как минимум будет плюс четыре Вот сейчас прямо О, еще Бандар Брюне благодаря этому встретили Нан Мадол Кстати, и Гонконг встретили Видим, что Гонконг Сюзерен Корея Так, я, видимо, знаю, что нет Окленда все-таки Так, по-моему, он бы тут был где-то Ну, в Новой Зеландии Чингисханов А, и Корею Так мы всех встретили Е Большой барьерный риф Мы стали первой страной, которая повстречала другие народы А следующей мы, наверное, станем первой страной, кто кругосветку сделал Так что мы вышли в Золотой век Это точно Давайте посмотрим, что там Что-то не общается он Странно, не могу ничего отправить этим ходом О Они затупили Игра затупила, не стала общаться Да, ну-ка, хмеры Хорошо развились Корея не очень И монгол тоже не очень Лисы я уже с кем-то торгую Так, Корея еще осталась А, блин, Петр Петр не хочет со мной союз заключать, кстати Дружбу О, принял Слава богу Давайте экономический союз опять Отлично Ну все, все цивилизации встречены Австралия почему-то очень впереди Но Но не очень прям впереди Хмеры Все Крики так открыли полевые пушки и кирасиры номинар военную наук он придется так открыть чтоб ускорить стандартизацию тут можно апнуться уже в полевые пушки чтоб на всякий случай кто-то и хотел только чтобы города лучше стреляли вот так лучше не делать как это делает сейчас если уничтожается короче военный лагерь то юнит в нем тоже не уничтожается нам достаточно видео только так сделать как-то прыгнуть ну тогда ладно тогда можно но в принципе знаете что если уничтоженный лагерь сейчас мой любой уйца встанет и крылатые гусары будут убиты получается так как мне стрелять по именно крылатым гусаром это возможно нет хотя военный лагерь уничтожен странно нет не дают мне за это за захват рабочего прокачку ну два города у египта осталось обиды ну мемфис точно отваливается кстати может его попробовать тоже захватить нужны ли они мне вот серьезно ну что тут театралка ресурсов никаких нету пустыня я его захвачу просто чтобы уничтожить скорее она вот проведение железной дороги мне еще очки эпохи даст следующим ходом так что я думаю что тут мы точно в золотом веке опять тут золотые века просто бесконечные так в канаде нас поймали давайте может он вообще без уровня до минута где-то его качнуть хоть как-то знаете что давайте я его оставлю в мадриде для контрразведки так больше тут нечего делать рабочим пока промышленная зона в бирмингеме эти мастерскую куплю а морской порт буду строить в бристоле верфь что еще могу промышленную зону слабенько кампус о кампус на плюс два давайте ну это конечно не фонтан но в этом городе нормально будет что там по оказанию помощи нормально идет продолжим спание совершает первое в мире вот такие даже она тогда надо не заканчивать здесь пока железную дорогу а то слишком большой период у нас еще вон шесть ходов а я уже закончил набора очков так касса пау появится касса нам добавит 15 процентов вот в этих городах возможно мне и в кордову с валенсии надо посадить какого-нибудь губернатора нет мы не будем с египтом мир уже заключать индия осудил и японию ну надо сюда сплавать убедиться точно что нету так дает 3 повышения губернатора все ваши города с губернаторами не на вашем первоначальном контейнере получает плюс 15 процентов производства веры и золота по-моему прикольно для испании это вообще чудо 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 для испании ну надо взять мог шоу и наверно мог что посажу в валенсию он как раз типа не будет работать не будет никакую веру распространять но бонусы валенсии давать будет кроме того у нас еще два две прокачки еще остается наверно пингалу на гранты и магнуса на промышленника дополнительное производство тут дает так берем инженера дает заряд технологии компьютеры вот знаете знаете не хочу компьютерами и так уже озарены да ну через 13 ходов канада возьмет откажусь от этого 7 ходов даже быстрее будет 7 ходов ну потому что когда отказываешься там уменьшается количество набора ускоряется точнее так больше точно нигде не могу нацпарки сделать ну если я понимал где нацпарки конечно просто бы купил васуане этого парня сейчас приходится ждать ладно в общем я рыцарями точно никого не убью поэтому давайте эту теху просто откроем следующим ходом апнем конкистадоров в линейных пехотинцев не хочу это так веду в таком вид блин шои там залучил опять показалось показалось наверное но тогда что тут строить канализацию нет жилья дофига давайте немножко показываем помощь интересно прибежит он захватить рабочего я был бы не против чтобы он захватил рабочего там один заряд так выманим получается так значит тут стоим до следующей эпохи железная дорога мадрид севилья откладывается на несколько сотен лет давайте здесь пока лесопилка не знаю просто какой там район мне ставить просто не знаю мемфис по идее следующим ход нет смотри еще не следующим слушать а кто у нас ислам распространяем же сам самая так 23 православия ацтеки индуизм польши 17 буддизм россии 17 ислам 40 япония вау там вся азия видимо в исламе ну можно кстати давайте попробуем шедевр украсть или лучше ускорение я бы шедевр украл слушайте тут тихий океан тут тихий океан кощут все океаны тихий тут а тут короче все океаны они тихие ясно все ясно так залив ты у антопитек то правильно вроде как спасибо бенгальский залив тоже вроде правильно залив а букир не не в курсе такого средиземного моря очень странно выглядит да то есть это скорее как залив уж но это не залив уж конечно чутско пусковское озеро вроде правильно байкал вообще не то я сурсе нет чудское озеро где-то здесь должно наоборот быть но как-то южнее петербурга нет ну надо бы районы строить но опять же все еще не можем передать ничего так что посидим может вот тут канализацию в принципе можно сделать в лондоне морской порт археологический так строим собственно археолога тут для лондона освобождаем возможность театральной площади ой тут будет до плюс 5 театра лачка красиво все-таки он захоронит вроде того рабочего которую я думал корея на второй ход осуждает монгол будет осуждать не подожди нет того того рабочего какого я дуда осуждает и монгол врачи меня осуждает всех кроме россии и канады красота тут уже можно кстати не использовать миссионеров high поляк их убивает ну раз я в линейных пехотинцев миссионеры там уже не нужны формальный повод колониальная ухты и двигай со всеми там мир заключила так если у меня еще конкистадор хоть один нету видимо придется купить просто хочу посмотреть реально ли ускоряет это другой стороны если где-то быстро они строятся тут сколько строится этот линейный пехни 3 хода это долго три хода давайте наверное купим во врод слове 720 нормально да видите ускоряется тремя линейными пехотинцами стандартизация они тремя мушкетерами как написано так селитровая шахта тут есть начало химию значит открою том компьютеры просто сейчас собираюсь нацпарк ускорить построить нацпарк и соответственно таким образом ускорить теху следующим ходом мемфис отваливается тут эфиопские города азуус кстати ни с кем не воюет нет а жаль на войну академию построим мне вот тут надо обработать прийти этим и я буду не миссию здесь строить аэродром построю ну кстати тут можно канализацию сделать еще мне нужны самолеты так давайте стреливать блин тут из-за военного лагеря сразу не проплыть он тогда будем этого стреливать так еду надо лондону да она и идет лондону я понимаю что там магнус сидит у меня до лондона 13 вырастить чтобы я мог больше районов сразу поставить давайте театралку сначала а потом уже будем доделывать морской порт интересно насколько расселился монгол кстати аквапарк бы еще не помешал аквапарк дает тесно соседство театральным площадям так надо проверить да дает в севилье слишком мало жителей блин может стоило мне взять все таки лавлейс и в севилью посадить чтобы уже тесла тесла тоже как-то не особо приколен здесь так кампус промышленная зона ну мне кажется кампуса все равно надо строить или здесь все таки аквапарк сделать будет нормально влиять и на кордову и на обидастом если хотя я не хочу обид разбрать ну все равно аквапарк подождите может лучше тогда здесь аквапарк в кордове и театра лачка тогда вот сюда встанет реально да короче сюда театралку а тут после археолога начинаем но тут будет десять жителей то есть аквапарк смогу сделать весь уж в валенсии ну давайте канализацию на 4 канализации для ускорения демократии тут нет показания помощи продолжаем эрмитаж австралия построила египет мемфиса лишилась ну и вот последняя обидос отваливается ой хулиганы зрения лишают ну до пехотинцев я пока не могу улучшаться я не открыл нефть наверно тоже ничего не меняю те нефти нету так сколько пять ходов и египта не будет я понимаю что это пять очков все-таки за нацпарк но сорян ждать три хода до окончания лучше радио ускорить и давайте химия и компьютеры потом следующим ходом уже лабы начинаем скупать встану тут хай обстреливает так а нефть у нас где тут но надо химию компьютеры а потом в переработку пойдем переработку и арту блин да что со шифтом в этой игре вот 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 тут пока стоим ну в принципе можно мемфис атаковать потихоньку тут надо рыцаря как-то спасти что вот эти больно будут по рыцарю бить нам тут уже форт не нужен тут просто постоим подождем так контрразведка этого кто у нас там по науке австралия австралия и зулус давайте к зулусу куда-нибудь блин тут воровать нечего ну деньги имею ввиду мы попробуем по-другому немножко попрокачиваться так закончили археолога давайте сначала аквапарк так а где он тут мешается вот сначала или по пути пойдем ладно давайте здесь добудем артефакты так вы что это сахалин магадан не это южнокорейский залив ну то есть тесненько все равно япония скорее получились видимо севилья морской порт так расти тут некуда давайте продуктовый рынок канализация водяная мель вообще имеет смысл да водяную мельницу и канализацию в столице сделать первый посол можно наверное менять опять давайте на шпионов о кого-то уничтожили миссионера отлично то есть это снизило влияние буддизма а еще есть у меня миссионеры так военный инженер флотоводит шпионы археолог все больше миссионеров нету о есть алюминий кайф так как-то рабочий стоял так а есть еще алюминий подождите еще так европа так беда ресурсами то есть вот начинать в европе на такой карте тоже так себе а у меня вот у польши есть еще захватим польшу будет алюминий ух ты что-то что-то польша в атаку пошла вы смотрите что началось то на на строила крылатых гусары но она со всеми мир заключила с другой стороны так пт команда тоннели флотовод матью матью передает необходимо чтобы стать сюзереном до этого мы наймем это прикольно вдруг все-таки оплант будет я вот туда отправлю а а а а а а и и а а а какая-то не страшная буря это деревня так лабы везде просто покупаем ой нет пускай растет пока вообще тут чисто на еду переключу только строится кампус так тут можно лаву тоже купить наверное поляк будет грабить мне правда там все зато англия везде кампуса построила немножко странно блин уменьшается ну факт не получится так валенсии нет нас а сколько мадриде купить в общем-то немножко не хватило денежков у нас и так вход приличный прилично капает ура построю туризму и дальше у нас с туризмом 5 что ли культуры буду побеждать тут так из тех гэгэш и которые тут есть кого я хочу реально вот чтобы он был моим ну понятно что сингапур и так мой бандар брюней чуть больше денег дает антона на риву плюс процент культуре в принципе можно подумать нанмадол дает каждый район на побережье культуру тоже ничего такое я кстати не знаю что сейчас выгоднее антону на риву или нанмадол канди уже точно не хочу кахоке курганы кахоке позволяет строить а мне их негде строить к гуан батей и рапану и большие головы мая в общем либо антону на риву либо нанмадол антону на риву здесь нанмадол о ну так это все по пути давайте просто пока у нас флотоводец тогда поплывет я надеюсь найти окленд но пока флотоводец плывет сюда продуктовый рынок центр вещания о откуда у меня деньги еще сейчас взялись разграбил караван отлично в общем лабу еще разграбил караван построил лабу все как в жизни так продуктовый рынок продуктовый рынок чтобы города быстрее росли ну высадимся может больше еще захочет все рабочих подворовать нет убрали в мир там сидел в защите шпион ну что такое как они ну там явно прокаченный конечно уже компьютер реально пошел захватывать рабочих смотрите вот нефиг делать просто нефиг делать голосование типичные бонусы к городам государством давайте не дают уникальные бонусы религиозные так плюс 5 к боевой мощи давайте эти ближнего боя надеюсь не пройдет этих у польши у поляков крылатые гусары так плюс 100 в торговые юниты плюс 5 ближний бой это нормально да чихи в этой серии точно есть плюс 25 процентов либо ну либо бристоль либо либо бирмингем получается давайте глянем вот почему нельзя отсортировать по прибыли города 80 севилья 147 толедо 148 лакорунья валенсия так бирмингем 58 bristol 73 ну то есть в бристоли надо делать почему моя пушка кстати на воде оказалось это ее атаковал какой-то крылатый гусар а у них способность они отбрасывают если они наносят урон он больше урон если получают сами то они отбрасывают юнит назад на клетку и он даже таким образом если ему некуда отходить этого не то может быть уничтожен рыцарь появился в обидосе но чет поздновато уже так а что я тут хотел сделать я вот сюда помню какой-то район хотел поставить а аэродром я как аэродром давайте аэродром ставить так а я тут смог украсть заброшу этот украл но я что-то в те ночи святла не украл аэродром аэродром что там по оказанию помощи блин опять мир канадец обогнал как мы вообще помощь оказываем ацтеку ко мне каши не очень относится но тем не менее надо бы на первое место выйти еще пять ходов блин вот пингалу тушь у меня 5 выкинули из города это мне не нравится австралия объявляет совместную официальную войну и ацтек тоже я могу продолжать помогать ацтеку то есть со мной теперь воюют австралия и ацтеки которые ну то есть они вообще ничего никак не могут что-то со мной сделать уже плыть фиг знает сколько надо почему же тогда в австралии тут пограбить территорию о новое время ну новое время тоже в новой серии видимо тогда давайте заканчивать эту спасибо что смотрите напоминаю что спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных вам появится завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока